Харикришна, дорогой Гурю Дев! 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 энергия то к чему стремится каждое живое существо осознанно ли неосознанно это любовь как говорится что любви все возрасты покорные и не только оказывается возраст все живые существа они откликаются на любовь обязательно как у булгакова собачье сердце да вот он привел эту собаку бездомную она вот гавкает на этого его помощника на ассистента а как вам удалось такого злого пса вот привезти да вот домой с улицы лаской лаской вот так вот лаской мы видим что любой живое существо приручается как бы лаской любовью там через пищу хорошую поглаживание хорошие слова то есть это природа души даже деревья откликаются на любовь и растения откликаются на любовь это исследовалось как-то замечалось что жизнь это суть жизни это любовь ласка вот эта вот нежность доброта вот эти высшие энергии и вот в высшем смысле когда мы говорим о кульминации об эволюции этой любви да начиная скажем с поглаживание вкусной пищи чем же заканчивается да любовь к человеку еще выше любовь к богу вот это уже высшая цель как бы духовной практики всепоглащающая любовь к богу вот очень хорошо дорогой городе а почему люди начинают духовную практику бросают занимаются другим чем другой практика еще другой то есть это поиск или это духовная незрелость то есть они идут чего и там потом идут в ашновизм потом идут еще куда-то то есть и начинается вот такие вот такая можно сказать беготня туда-сюда вот как что посоветовать этим людям одна из причин почему так человек ведет себя это недостаток знаний то есть если бы человек получил образование духовное ну с самого начала до самого начала ну а значит тут уже с момента с пятилетнего возраста например да вот вот это начало образования самого начала он бы знал источник всего что такое абсолютная истина бы имел это понятие да тогда бы он не отклонялся бы скажем от этого понятия даже если он уважает кулу богов там господа шиву или любит людей любит животных но он помнит что все живые существа все энергии исходят из одного источника это абсолютная истина или бог и выше него никого нет никого нет так и говорится описание вот этого образования нам сегодня не хватает а так люди просто но у как они с самого начала не получили образование они не не обучены контролировать чувства не обуздывать чувства поэтому куда чувства поведут туда не направляются только богу то от бога ток богу то от бога то есть влево то вправо вот они так живут как будто бы в поиске а на самом деле не блуждают блуждает если им предложить если им предложить конечную цель жизни они не обратят на это внимание они хотят блуждать им нравится такой образ жизни поэтому сначала нужно людям получить образование чтобы они понимали да вот что такое целенаправленная цель устремленная жизнь вот такой высшая цель вот этим нужно разобраться в цели жизни многие думают что духовная практика это надо страдать нам преподносят, что это страдание, это жертва постоянная. Что вы можете сказать по этому поводу? Что никакого счастья там практически нет. Только вот одни надо выстрадать, и тогда ты получишь какой-то результат. Это первая категория людей, которые обращаются к Богу. Вот они страдающие. Кроме страдающих, еще есть нуждающиеся. Они от нужды приходят к Богу. У них экономические проблемы, большая семья, есть нечего, они тоже идут к Богу. Вот это вторая категория, тоже страдающие по-своему. Третья категория, это любознательные, они уже не страдающие. Им просто интересно. Их собственный разум задает вопросы. А что такое цель жизни? Что такое истина? Дай-ка посмотрю, о чем говорят вообще священные писания, правда или как? Разобраться можно в этом? То есть они любопытные. И постепенно их любопытство проясняет этот вопрос. Они уже не так страдают, как первые две категории. То есть первой категории нужно дойти до страданий, чтобы обратиться к Богу. В третьей категории не нужно страдать, потому что у него есть разум, у него вопросы есть, он хочет получить ответы. А четвертая категория вообще не страдает. Они счастливы. Почему? Потому что они в поиске абсолютно истины, с начала до конца. То есть те страдания, которые обычно испытывает человек, они не замечают. Для них это не является страданием. Допустим, такого человека очень трудно обидеть. Вот первые две категории обижаются. Если в жизни что-то не получается, несправедливость какая-то, они обижаются на всю жизнь и страдают. А четвертая категория не обижается, не страдает. Чтобы в жизни не случилось, они понимают законы абсолютно, все справедливо, все равновешено. Я просто чего-то не понимаю, может быть, но все справедливо. У него нет осадка на сердце. Видите, эти люди защищены от страданий в большей степени. Потому что они ищут абсолютную истину. Искренне. А с этой категорией надо родиться, или категории к этой приходят? Вот четвертая категория. Или люди уже рождались? Бывает, что они от рождения уже, да, такие, как в прошлой жизни они какие-то уже действия совершали, и в этой жизни у них есть интерес к поиску. Но также бывает, что они встречают на своем пути таких людей, которые говорят об абсолютной истине, не пробуждают у них вот этот интерес, жажду узнать. Вот таких людей сейчас большинство, которые через общение становятся такими искателями истины. То есть, общаясь с человеком, у которого горят глаза, который живет этим, они заряжаются этой энергией, и также, то есть, они решают также искать эту истину. То есть, чтобы вести за спой людей, на самом деле, надо быть просто счастливым. Тогда за вами пойдут и будут вас слушать. Городев, такой вопрос. У некоторых людей в начале практики есть энтузиазм, они развиваются, двигаются, глаза горят, как говорится, а потом это проходит, превращается в рутину, механистические какие-то действия, ну и просто это уже как идет по... ничего не происходит. Что можно посоветовать этим людям, как возродить этот энтузиазм дальше, и почему он пропадает, этот энтузиазм? Например, человек разочаровался в материальной жизни, например. Это одна из причин, почему он обращается к Богу, да? Вот он разочаровался в материальной жизни, тут у него неудач много, много, в общем, сложностей, проблем, запутался он в жизни, и он как бы к Богу поворачивается, вот этих вот страданий, вот этих вот неустроенностей, ответа не получает, он поворачивается к священным книгам и вдохновляется, что вот как бы новую жизнь можно начать, заново как бы, да? Вот он начинает новую жизнь уже, духовную, уже практику принимает какую-то, а желание его добиться материальных успехов сохранилось. Теперь он пытается при помощи духовной жизни обрести вот эти материальные достояния, о которых он мечтал в прежней жизни. Вот это распространенная ошибка, потому что в этом случае его могут опять ждать неудачи, разочарования. Согласно его кармии. Вот, опять то же самое. И тогда он разочаровывается и в духовной жизни. Становится апатичным. Ему неинтересно теперь ни материальное существование, ни духовная жизнь. Какое может случиться? Потому что сохраняются материальные желания. Вот почему вот эти вот четвертые категории такие удачливые, потому что у них нет материальных желаний таких, которые бы они сохраняли. Если нужно, они откажутся от чего угодно ради познания абсолютной истины. Они не очень счастливые люди, они свободные, они ни к чему не привязаны. Ну, представьте, да, какой вот уровень заченный. Но люди привязаны к материальному, обращаются к религии и ждут, когда их материальные желания исполнятся. Смогу ли я прожить до ста лет? Буду ли я болеть? Не заболят ли у меня зубы? Они надеются, что теперь Бог защитит мои зубы, мое здоровье или мою семейную жизнь. Когда у них в семье развод происходит, они обвиняют Бога. Я же тебе служил. Почему? Или здоровье подрывается, значит, практика не работает, они говорят. Значит, не авторитетно. Я здоровье свое подорвал на вегетарианстве, например, он будет так думать. Это такой уровень людей. Это материстичные люди. Но они — это благородные души. То есть, обвинять их не нужно, потому что это души благородные, ведь они же обращаются к Богу. Это уже как бы великая душа считается. Это великая душа. Поэтому они приобретают какой-то опыт духовный все равно. И в этой жизни или в следующей они потом продолжат еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, пока не достигнут уровня стабильности. В любом случае человек ничего не теряет, если он пытается вести духовную жизнь. А Гурудев, о чем могут «одарить» духовные практики? Духовные практики могут «одарить» всеми совершенствами. Описывается. То есть, теми, кто уже этот путь прошел в значительной степени или до конца все совершенства, которые человек может иметь, раскрываются в нем. Например, есть такие ситхи в человеке, способности скрытые. Их называют по чакрам, как-то их там классифицируют. Я не очень-то подробно изучаю чакры. Но вы обретаете способность видеть сквозь прошлое, настоящее будущее. Вы обретаете знания трансцендентные, запредельные. Можете понимать устройство Вселенной. Вы знаете, что такое дух. Уже не просто на основании веры, на основании опыта можете воспринимать такие энергии. То есть фактически вы вообще живете уже не в этом мире, если раскрыто ваше совершенство. Земной мир для вас тесный. Здесь вы уже не умещаетесь. То есть духовные практики обогащают непосредственно вас как душу. Какая наиболее эффективная духовная практика вот в наш век, в Кали-югу? Я читал, что наиболее эффективная практика это Бхакти-йога. Можете рассказать что-то о Бхакти-йоге? Бхакти-йога это самая огромная. Бхакти-йога это самая простая йога в применении и одновременно самая сложная. То есть метод очень простой и она самая могущественная из всех практик. Если строго говорить о Бхакти-йоге, строго, то есть только Бхакти-йога, остальные это ступени к этой Бхакти-йоге. То есть вершина йоги это всепоглощающая самадхи или любовь к Богу, которая поглощает разум, чувства, мысли, речь, все, что у человека есть, поглощается этой любовью. И так он освобождается. Естественно, автоматически освобождается от кармы, от влияния гуд материальной природы. То есть человек полностью одухотворяется. И методы, вы удивитесь, они очень простые Бхакти-йоги. Их всего 9 процессов, я их 9 не буду все называть долго. А вот первые 3 нужно сказать, с чего вообще начинается, да, и как бы суть. Шраванам, Киртанам, Смаранам. Вот 3 вещи я сейчас скажу. Там 9 процессов, но это не обязательно их все знать. Шраванам это первое, это умение слушать. Слушать о Боге. Если вы обретете способность слушать о Боге, вы обретете способность слышать и всех, кто вас окружает, и понимать. Гурудев, а в чем здесь понимать. А трудность в том, что это надо услышать сердцем. Как говорится, имеющий уши услышит, да. Вот если у человека есть интерес к Богу, он услышит. А вот нет интереса к Богу, он будет уши подставлять, но имеющий уши и должен еще услышать, да. Имеющий глаза должен еще увидеть. Вот вроде же глаза и уши-то есть, а какие еще нужны уши и глаза. А оказывается, оказывается, наши чувства пронизаны, ну, например, вожделением, жадностью, там, завистью, раздражением каким-то. Наши органы, восприятие, они осквернены этими вот энергиями, которые мы в себе внутри несовершенство носим. Поэтому сквозь уши не все мы слышим. Только то, что позволяет, как бы, наш ум, допустим, да, что-то я отвергаю, я не слышу, я говорю, нет, ты согласен, а тут я не понимаю, а тут мне не нравится, а тут мне нравится, и я слушаю выборочно, иногда вообще засыпаю, когда я не понимаю ничего. То есть слушать о Боге нужна подготовка, оказывается. То есть в этом процесс сложный, да, внутренне сложный, а внешне очень простой, сядь и слушай просто. Киртоном, чтобы закрепить услышанное, есть Киртоном повторить, повторить то, что услышал, услышал сердце, то есть я вдохновлен, восхищен, я что-то открыл, у меня было откровение, я услышал что-то, да, и тогда, естественно, начинается Киртон, я повторяю эти вещи другим, вы знаете, потрясающие вещи я сегодня узнал, как одна женщина мне рассказывала, как она пришла к духовной практике необычно. Она вообще такого научного склада женщина, ну, знаете, такой скептик, вот, эмпирик, вот обычный, да, образованный, высшее образование у нее, она психолог, и тут она приходит на лекцию, на лекцию, где говорят о Маха Вишну, о Гарпадакашая Вишну, о Шарадакашая Вишну, и что Гарпадакашая Вишну лежит на океане, у него из клубка лотос вырастает, все эти вещи она слушает, и представьте себе, она неожиданно для себя вдруг восхищается этим, неожиданно для себя, говорит, я не знаю почему, я, говорит, в это поверил, когда услышала, я подумал, это же потрясающе, она пошла рассказывать своим подругам, а подруги говорят, что с тобой случилось, ты вообще здоровый, температуру не мерила, что с тобой случилось, какой Вишну, какой лотос, какой Брам, о чем ты говоришь, это же какие-то мифы, ты что, серьезно принимаешь все это, жизнь изменилась, представьте себе, вот так началась у нее духовная практика, она почему-то услышала, она не может понять, почему-то с ней случилось, но видимо, какой-то запас благочестия был с прошлой жизни, услышала вот эти вот обычные слова, без доказательств этой истории бывают, и она начала рассказывать, да, об этом, как о том, о той реальности, которую она недавно узнала, ощутила буквально ее, и когда этот процесс с Шраваном Киртоном повторяется, да, слушание, повторение, слушание, прословление, повторение, возникает с Мараном, с Мараном развивается от пометования глубокого до Самадхи, это все с Мараном, до полного трансового погружения, вот, три процесса, с Шраваном Киртоном с Мараном, смотрите, ничего, это не стоит для нас, никаких материальных не нужно средств на это тратить, нужно просто слушать из верного источника, повторять то, что мы услышали, и это будет, естественно, вкладываться глубоко в наше пометование, и так мы сможем почувствовать присутствие Бога. то есть, если ты не очистил свой слух, то, что в тебя входит, ты не будешь слушать сердцем, как вы сказали, поэтому есть какая-то предварительная практика, чтобы очистить это все, ведь так же, да, Гуру Дэв? Да, это индивидуальная практика, вот, индивидуальная практика, например, джапа-медитация, это как раз часть бхакти-йоги существенная, ежедневная джапа-медитация должна быть, а мы вене ума и сердца, то есть, воспевание святых имен Бога, так это называется, то есть, джапа — это повторение, негромкое повторение, средоточенное имен Бога, в разных традициях разные имена, но практика одна и та же для всех сегодня, для святицы имя твое говорится, да, в разных традициях, по-разному, вот, воспевать имена Бога с барабанами и ритаврами, то же самое говорится, где двое-трое во имя мое, там я с ними, это все мы читали, как бы слышали, вот, а веда говорится, харер нама, харер нама, харер нама, ивакевалам, то есть, там трижды, трижды говорится, что в векале только, только имя, только имя, калау, Насте, вы Насте, вы Гатер Аня Тка, только имя, веккали работают, да, как йога, доводят до совершенства, только воспевание имен Бога, вот в веккале, у нас другого нет пути, нет другого пути, нет другого пути, нет другого пути, трижды, то есть, это есть та истинная духовная практика, которая нам приписана в этот век, веккали. Да, это как бы средство очищения, это же цель, потому что в состоянии любви к Богу имя, естественно, у человека вращается в его сознании, имя Бога, потому что оно неотлично от Бога, оно, естественно, всегда он с ним живет, круглые сутки, как удар ритма сердца, святое имя, оно проникает вглубь нашей жизненной силы и поддерживает нас. Эта цель и смысл, она же очищает нас, а вот правила предписания, ограничения есть, еще четыре ограничения нужно сделать, то есть, необходимо, чтобы была духовная практика, нужны еще какие-то ограничения, запреты. Это отказ от мяса, рыбы, яиц, отказ от всех интоксикаций, тазахтных игр и незаконного секса. И вот эти четыре принципа ограничения, плюс мантры, медитация, человек в этой жизни добивается успеха. Почему так просто это на самом деле слышится и понимается, но единицы к этому приходят и единицу продолжают практиковать именно бахти? Почему люди уходят от бахти? Ведь это такой простой процесс. Это означает, что не такой простой, как кажется, да, внешне. Вот внешне что-то сложного вы перечислили, да? А вот попробовать это делать, и мы увидим, что это большая внутренняя работа, это битва в душе, знаете, это ничто не сравнится с этой битвой в душе, никакие земные вот эти вот наши трудности, которые мы преодолеваем. Это ничто в сравнении с тем, что нужно победить самого себя, свою низшую природу, свое вожделение, свою зависть. Вот они начинают проявляться, открываться, эти вот вещи, мы начинаем видеть себя в истинном свете. И это нужно, знаете, большой труд, большая искренность, большая решимость. То есть нужно стать йогом буквально. И вот когда человек понимает, что он, собственно, сам и не способен победить себя, потому что материальная природа непреодолима для человека, вот тогда он начинает воспевать Святое Имя очень искренне, очень решительно, со слезами на глазах. И вот тогда его ожидает успех. Когда он так предается этому имени, как беспомощное дитя, вот тогда его ожидает успех. Надо стать самым маленьким, самым маленьким перед Господом, чтобы Господь проявился перед тобой. Ведь так же, Гуру Дев, да? Харе Кришна, огромное вам спасибо за такую интересную и содержательную беседу. Мы очень благодарны вам. Харе Кришна, дорогой Гуру Дев. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok